Всех приветствую на веб-семинаре по обновленной версии курса по этичному хакерному. Меня зовут Сергей Клевогин. Я инструктор в Центре компьютерного обучения, специалист, где проводится наш семинар. Я имею статус сертифицированного этичного хакера. Certified, ethical, hacker. К этому относятся наш семинар. Можно сдавать экзамен, доказывать, что вы этичный хакер и соответственный курс, который к этому экзамену готовится. Я также имею статус мастера по этичному хакингу. И также имею статус сертифицированного защитника. Certified, network, defender. И соответствующий курс, экзамен я его сдавал. О нем тоже расскажу. А еще имею статус не только мастера по этичному хакингу, но и мастера по тестированию на проникновение. Что это такое в конце семинара расскажу тоже. А собираюсь рассказать о том, что обновился курс по этичному хакингу. Новая версия теперь будет. Что там новенького, что старенького. Расскажу. Итак, в центре компьютерного обучения специалист много разных курсов. Самый лучший курс, по моему мнению, это курс по этичному хакингу. За пять дней можно научиться тому, как хакеры взламывают системы, сайты. То, что хакеры знают, то, что должны знать, на этом курсе изучают. И теперь он обновляется. Почему обновляется? Зачем? Формально он обновляется потому, что хакеры не унимаются. Атаки продолжаются. Идем на какой-нибудь сайт, другой, третий. Статистику собираем. Он какой процент предприятий, подвергшихся атакам хакеров. И новые техники, новые эксплойты выходят. Они регулярно выходят. Каждый месяц уж точно что-то новенькое будет. И у нас всегда курс, когда проводится, он регулярно раз в месяц вживую проводится, видеозапись делается. Конечно, мы добавляем каждый раз в курс какие-то новости. Какая-то новость, мы ее обсуждаем. И здесь необходимость новой версии курса, на мой взгляд, не столько в том, что действительно, вот, накопилось сколько-то новых технологий, а так, и вот теперь точно надо обновиться. Просто это традиция, чтобы курс поддерживать в актуальном состоянии, чтобы сказать, что вендор, совет по электронной коммерции, не забывая о курсе о сертификации, давайте новую версию сделать. Раз в три года обновляется, я думаю, даже если будет совершенная стабильность, ничего нового не появляется, не убавляется, все равно выйдет новая версия, вендор продемонстрирует, что мы идем в ногу со временем. Пришло время обновиться курсу по этичному хакингу. Заодно обновился и курс по защите от хакерских атак, Certified Network Defender, об этом тоже расскажу. У курса есть аккредитация. Очень важно иметь аккредитацию курса, чтобы этот курс кто-то одобрил, похвалил, потому что тема большая, обширная. Если я просто вот от себя буду что-то рассказывать, конечно, я плохого не расскажу, все правильно расскажу, но в рамках повышения квалификации с точки зрения формального подхода к обучению может быть сомнение, почему именно про это рассказываешь, а про это, может быть, не рассказываешь. Может быть, есть еще вот что-то, что не рассказал, а надо было бы. И у курса СИИЧ, Certified Technical Hacker, есть аккредитация самая разная. Во-первых, сертификацию одобряет международный стандарт ANSI, а также ИСО и ЕК, наш госсоответственность. Это означает, что если пойдете сдавать экзамен, там у нас много бета-тестеров, все тщательно продумывается, целая комиссия придумывает вопросы не просто так. Министерство обороны США, первое, кто аккредитовало курс, от доброго нужно администраторов учить. А самое интересное, что курсы соответствуют инициативе НАИС. У нас в России есть профессиональный стандарт. Можно зайти на сайт Министерства труда и найти профессиональный стандарт для специалиста по информационной безопасности. И там будет написано, что должен знать и уметь специалист по информационной безопасности. В этом профессиональном стандарте будет написано, какие трудовые функции специалист должен выполнять и что для того, чтобы выполнять трудовые функции, он должен знать и уметь. Вот такой хороший профессиональный стандарт у нас есть. Читали его? А он есть. Вот если покопаться на сайте Министерства труда, есть такое. И, конечно, хорошо. Прочитаем, идем на работу, в какую должность, что будем делать, какие трудовые функции будем выполнять, что должны знать, уметь. Очень хорошо, что это формализован. Но это у нас в России. А есть еще в разных странах свои профессиональные стандарты. Есть международная инициатива по таким профессиональным стандартам. Найс называется. Да, опубликовал эту инициативу. Американский институт по стандартам. Но очень часто эти публикации этого института в международные стандарты превращаются. Это институт уважаемый. Поэтому вы эту инициативу тоже можете найти, прочитать, увидеть, ох, оказывается, что должен знать и уметь специалист. Да пойдем на сайт вниз, скачаем, посмотрим. Так вот, если канцл заявляет, что курсы трека всех этому соответствуют, можно даже зайти в интернет, в угол, сказать, ну-ка, на ИС-Канцл мэппинг мы этой инициативе соответствуем. Я этот документ скачал, просто чтобы мы понимали, видите, что написано. Если вы хотите играть вот такую роль, всего роли разные бывают, вы защитник, в том числе расследовать инцидента будете, если что, инвентаризацию уязвимостей будете проводить, трудовые функции. Для этого вот утверждение. Вы должны это, 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 это знать уметь. А тут же всех экзам написано. А вот на экзамене программу курса, соответственно, почитаете пункт такой, раздел такой, пункт такой, раздел такой. Вот мы этому учим в таком-то теме, а этому учим в какой-то теме, а этому учим в какой-то теме, а этому учим в какой-то теме. И когда придете сдавать экзамен, вот тут-то мы у вас будем про эти стейтменты спрашивать. Вот, всех экзам, а курс к этому готовит. Так что, если вы учитесь по нашей программе, а потом сдаете сертификационный экзамен, вы подтвердите квалификацию, что вы можете применять свои знания и навыки по трудовым функциям, по трудовым ролям, которые реально нужны современным предприятиям. Вот какой хороший у нас курс экзамен. ИАНСИ нас похвалила, Министерство обороны США похвалило. И здесь мы еще, видите, написали, что мы инициативе NICE соответствуем. Конечно, это формальность. Вот я уже вот тут листаю. Сколько? 150 стейтментов. То есть, что 150 направлений, что мы должны знать, уметь. Так, на экзамене 150 вопросов. Как я за один вопрос узнаю, что тут написано, насколько кандидат знает векторы типичных атак на сетевом уровне. То есть, одним вопросом я вот это проверю на экзамене. Понятно, что, да, это условность. Но, тем не менее, тем не менее, видите, что пишут, вот она, NICE инициатива, прочитаете, скачаете там большой файл. Вот наша программа. Вот мы не просто так придумали из головы, наверное, расскажем про такой эксплуат. Вот это смешно. Мы это рассказываем, потому что это реально нужно людям, когда они работают на предприятии и будут анализировать киберзащиту. Ну и точно так же у них дальше идет, вы пойдете на C&D, на защитника учиться. Вот то же самое. Вот специалист по защите должен знать, уметь это, это, это. А у нас, соответственно, цели экзамена, соответственно, цели курса. Такая аккредитация и такое провозглашение у Совета по электронной коммерции EasyCancel, который курс, целый трек курсов по этичному хакингу придумал, авторизовал. Из такой аккредитации мы уже лет 10 этот курс читаем в Центре специалистов. Успешно. И каждые три года курс обновляется, снова теперь обновится. Что там? Больше практических работ в новой версии, последние атаки трояны, мобильным платформам уделено внимание. И как только вышел анонс о том, что курс обновляется, президент EasyCancel выступает, зайдем на YouTube, напишем всех версий 11, обновление, что там нам Джей Бовиси будет рассказывать. И, конечно, это все правильно, но я вам сейчас расскажу, как на самом деле, что из этого особенно важно, где какое смещение. То, что курс к новой версии пришел, теперь 11 версия, анонс, если кто интересуется, можно посмотреть и на YouTube, где угодно. Но там они по-английски что-то объясняют. Естественно, они хотят со своей точки зрения, как вендоры, похвалить свой курс. Я расскажу, как оно на самом деле, с точки зрения не только инструктора, но и студента. Я хочу научиться хакингу, я хочу выполнять трудовые функции, как мне стать специалистом, пойду-ка я на курс. Что теперь новое в программе? Из этого всего многообразия я бы три основных направления выделял, что хакинг системы расширился, в Reader's Engineering добавили, интернет вещей пошире стали рассказывать и про облачные вычисления больше в учебнике стало написано. Ну, а то, что всего побольше, это тоже правильно. К курсу требуется предподготовка. Если придете на курс по хакингу, предполагается, что вы прошли 5-6 курсов, в том числе защиту от хакерских атак. Можно не ходить, можно не иметь эквивалентную подготовку. Ну, тогда, к чему надо быть готовым? Ну, зайдем сейчас, почитаем, что народ пишет о курсе, о центре. народ пишет, ходил на курс по хакингу, вот, замечательный курс, спасибо, Сергей Валерьевич, вы нас похвалили, да, вот, замечательный курс. А чуть дальше сейчас полистаю, а кто-то скажет, очень много материала, прям такой объемный курс, времени не хватает, вот такой толстый учебник за 5 дней, вы чего? Но тогда я бы спросил, у тебя это какой курс, 5 или 6? Нет, 1. Ну, а что ж ты хотел? Конечно, будет казаться, что все так обзорно, все так сжато, все как-то, мы-то думаем, что вон она, предподготовка какая, месяц-два до этого учились. Но это еще куда не шло. Вот сюда, на курс по хакингу, можно идти без предварительной подготовки, и все равно чему-то научитесь. Но обновился еще курс в C&D, Certified Network Defender. Вот он обновился вообще радикально. Смотрите, как мы позиционируем, когда мы учимся хакингу, что мы научимся сначала основам безопасности, межсетевому взаимодействию и администрированию, потом научимся применять защитные меры, потом еще лучше научимся применять защитные меры, потом пойдем в хакинг через злом веб-приложений. Вот есть два курса тактическая и стратегическая защита. Вышел новый курс защиты от хакерских атак, а мы эти два курса не вычеркиваем, по-прежнему предлагаем. Почему? Есть же вот совет по электронной коммерции защиты от хакерских атак. А вот в этом C&D вот эти два курса в одном. А как так? Так можно было? Две недели, и вдруг то, что надо учить две недели, мы хотим выучить за неделю? Можно, мы просто где-то время сокращаем, где-то по-другому на то же самое посмотрели. Вендоры разные, курсы разные. Ну ладно, эти курсы можете вообще не ходить, идите сразу на этот. И вот 14 модулей мы будем различные защитные меры изучать. Системы обнаружения вторжений, фаерволы, применение защитных мер и так далее. Что сейчас сделал вендор про C&D? может быть, отдельным семинаром надо рассказать. Вендор так посмотрел на программу курса и говорит, а что у нас 14 модулей так много? Давайте сделаем 10. Да, давайте. А как мы сделаем 10, 14? Что, 4 лишних, что ли, было? Нет, они были правильные. Давайте время сократим, и мы объединим два модуля в один. И таким образом будет не 14, а 10. вот, ладно, хорошо. И добавим еще 10 новых модулей, потому что защитники должны знать об этом тоже. И таким образом сейчас в новой версии C&D имеет 20 модулей, это получается 20 пар, и одна тема, это одна пара, полтора часа. Ну, представляете, как вот вы придете на курс, ну-ка, расскажи мне целую пару, меня инструктор будет учить, как фаерволы конфигурировать. Так подожди, вот здесь вот целый день учились на этом курсе, нет, теперь одна пара, даже 45 минут хватит, другие 45 минут инструктор быстренько по системе обнаружения и вторжения расскажет. Так подожди, это же целый день вот здесь учились, ну, ничего. И вот из-за такой спрессованности вот этот курс, на мой взгляд, это просто подготовка к экзамену. Я уже не возьмусь сказать, мы прям сейчас сильно-сильно этому научим. Если мы хотим реально практиковаться, то подготовка прям обязательно стала. Вы либо где-то до этого научитесь, как конфигурировать фаерволы, систему обнаружения вторжений, беспроводные сети, почитайте программу на сайте учебного центра и тогда приходите, потому что без этого будет казаться, что мы голопом по Европе пробежались, ничего не понятно, такой калейдоскоп техник. А это не калейдоскоп техник, это мы думали, что мы учились три недели, а теперь на четвертую подводим итоги, выходим на экзамен, чтобы сложный экзамен сдавать. Вот так. А курс по хакингу не сильно в программе изменился. Как было 20 модулей, так и осталось. То есть он еще и до этого уже был интенсивный и реально интенсивный. Давайте я вам расскажу, что там нового. Может быть, вы по старой версии учились, думаете, надо мне новую версию теперь или нет, а если нет, то что там. Прежде всего, дизайн поменялся. Был такой, больше синенького, стал такой, больше красненького. Ну, это, конечно, по сути не меняет, но как же, перекрасили, цвета совсем другие, все по-другому стало. Мне кажется, даже стало лучше, хотя мне и старый дизайн нравился с картинками, классно. А еще переход произошел от платформы Kali Linux к Parat Linux. Раньше все практические работы выполнялись в Kali Linux. У меня и сейчас вот Kali Linux есть, Virtualbox, а здесь Kali Linux я уже запустил. вот он какой, Kali Linux самый последний. И здесь мы выполняли практическую работу, что-то делали. Kali Linux научился притворяться Windows 10. Видите, как будто Windows 10. А это нет, это не Windows, это Kali Linux. You Name. Вот он. И здесь видно, что это Kali Linux такой. На самом деле, это Debian Linux, Kali, хакерский дистрибутив и он использовался. И вот до этого был бактрак. Потом обновился бактрак, ушел в Subuntu на Debian и стал Kali Linux. Я всегда, как только Kali Linux вышел, всегда подчеркивал, что ребята, Kali Linux это не надо думать, что это хакерский дистрибутив, нам он сейчас все взломает. Kali Linux это всего лишь Debian, где уже кое-какие программы предустановлены. Все. А то, что он хакерский дистрибутив, это сейчас на YouTube зайдем и там будут такие рассказы о том, как та или иная техника применяется с использованием Kali Linux. При этом вот эти вот программки, они уже установлены. О, как хорошо, не надо вот эти все программки устанавливать, они уже установлены. Но тогда вопрос, это же тогда не дистрибутив для хакеров, это получается дистрибутив для скрипткидисов, которые не могут установить программку, а им установили. Наоборот, эти установленные программки, они дискредитируют, что настоящий хакер, он сам все эти программы себе установит, он знает, откуда скачать, все настроят, мы же сами все можем настроить, но все таки вот оно придумал. А что еще с Kali Linux лично у меня было? Запустили Kali Linux, он как-то обновился, и мы думаем, дай-ка мы запустим здесь какую-то самую первую программу, которая здесь у нас где там в избранном будет, будет у нас какой-нибудь тут Армитаж какой-то запускаю, а она не запускается. Мы такие, а вы чего, на рабочий стол нам положили программку, она не запускается, что такое? Упс, извините, это мы не дотестировали, сейчас все исправим. У меня сразу вопрос, ну ребята, ну при всем уважении, какие же вы хакеры, если вы не могли написать программку, установить в Debian Linux, чтобы она работала, ее еще допиливать надо. Но с другой стороны, ничего сказать нельзя, уважаемая компания, вон сколько придумала на что нужны нам инструменты, она их нам установила, еще и курсы проводятся. Но тогда вот третий момент, я играю в различные соревнования хакеры, CTF, Capture the Flag, давайте соревноваться, кто хакер, быстрее там какие-то задачи будем решать, взламывать. Вот я беру самый последний модный кали себе установил, прям в эти выходные сейчас я какую-то задачу решу. Решаю, она не решается. Эксплойт не крутится, я думаю, что же я здесь не так написал, ну еле-еле заработало. Ну ладно, следующая задача, давай сайт взламывать, давай, он взламывается, но шел дико нестабильный. Ну что ты будешь делать? Вот он нестабильный и все. Я подключился, он где-то висит, 10 секунд повисит, 20 секунд повисит, ну наверное у них сервер такой. Ребят спрашиваю, как у вас там? Нет, у нас все летает, ну что ты будешь делать? Поэтому я не выбрасываю старый Kali Linux. Вот 2018 2, это Debian, ну был Kali Linux, я его поднастроил, Java переставил, фреймворки переставил, Python поставил, все под себя настроил, и там уже все, сейчас запущу, все летает, exploit с первого раза работает, все прекрасно. И Kali, конечно, хорошо, но вот прям вот в эти выходные мне яркий пример, самые последние Kali, и Shell не открываются, иди разбирайся, что там не так. Конечно, я разберусь, я выясню, а да, вот там какая библиотека, она там что-то сертификат истек, она что-то не хочу с этим разбираться, почему вот в этой Kali, которую я настроил, все хорошо, а самая последняя, она вот, еще видите, да, Kali Linux, ты чего такая, ты не должна быть такой, а извини, это у нас тут драйвер, чуть-чуть, вот он заедает, но мы сейчас, сейчас. С другой стороны, есть Parat Linux, и народ хакера его использует, на самом деле, тот же самый Debian, you name, Debian, тоже, ну, хакера его используют, он легче, он постабильнее, ну, если cancel тоже на этот Parat пересел, и действительно, сколько с Parat работал, проблем нету, из коробки, все работает, а если чего не хватает, это же Debian, Up, Get, стол, а мы с ним еще как любим работать, с этим Parat дистрибутивом, мы же вот так вот любим, у нас тут есть X-терминал, и мы подключаемся, вот я здесь Kali Linux и в Config, пожалуйста, а вот он здесь Parat Linux и в Config, пожалуйста, ну, и какая разница, какой Linux, куда я подключился, все равно, то есть и так, и так, SSH подключились, все работает, в общем, мигрировали на Parat Linux с Kali Linux в лабораторных работах на курсах по хакингу, на курсах по защите, и я считаю, даже лучше стало удобнее, по крайней мере, в Parat Linux мне меньше проблем встречалось с производительностью, может быть, конечно, я сам виноват, что я что-то там неправильно настроил в Kali Linux, что мой exploit не работал, а в Parat Linux он работал, может быть, я сам виноват, но с другой стороны, один раз сам виноват, второй раз сам виноват, пятый раз сам виноват, уже устал быть в Kali Linux всегда виноват, а в Parat Linux такое не замечается, поэтому вот мигрировали, ну и хорошо. С другой стороны, я не хочу сказать, что здесь что-то радикальное, это просто Debian, просто здесь предустановили, что-то здесь предустановили. Я считаю, прям вот если уж нормальный хакер, то как вы правильно в чат пишете, он не только установит программу, он сам напишет эти программы и будет использовать при взломе. Произошла такая миграция на курсе, так что теперь привыкаем к Parat Linux, теперь все эксплойты здесь. И лабораторный стенд мы обновили, лабораторный стенд у нас теперь вот такой, вот они виртуалки, а вот он PFSense, оту-3 интерфейса, а вот еще такой Firewall, и конечно у нас машин много, когда курс по сетям, очень интересно строить сетку. А мы даже так делаем, у каждого такой лабораторный стенд, у каждого студента, и эти виртуальные машины мы еще объединяем, то есть вы со своих виртуальных машин через Firewall второй можете выходить в сеть класса, попадать на мой инструкторский компьютер, а там тоже попадать на компьютере. И мы объединяемся, я часто студента пострекаю к тому, что давайте вот у меня какой-нибудь девятнадцатый сервер, вот здесь AD уже установлено, Active Directory, вступайте в мой домен, пусть у нас будет один домен на всех, как у вас на предприятии, мы так стенды объединяем. Что в лабораторных работах новое? Больше практических работ стало, а как они выглядят? Напечатайте вот такую команду, нажмите Enter, это седьмой пункт был, а после этого сделайте еще такую команду, напишите это, напишите это, вот сыграли сценарий, вы организовали реверсный шелл со своего пара от линукса на Windows, точнее Windows к вам подключился, реверсный шелл, вот он так выглядит. Это хорошо по учебнику лабораторные работы так делать, потому что я, конечно, покажу, расскажу, но когда я такую команду буду писать, подожди, я не уследил, какой тут ключик, минус P, а здесь один, минус или два, непонятно, а то, пожалуйста, вот вам учебник, шаг номер один, номер два, номер три, после каждого шага скриншот, как это должно выглядеть, конечно, хорошо, только на эти большие практические лабораторные работы, если курс пять дней, а инструктор так и норовит что-то дополнительное рассказать. Ну, вот так выходим из положения, мы говорим, ребята, я буду вам рассказывать, но чуть-чуть, а если хотите лабораторные работы делать, чтобы мы не сказали, что это теоретический курс, у меня не было времени попробовать, вот лабораторный практикум, давайте еще денек, другой, третий, просто по учебнику лабораторные работы повыполняем, а на курсе мы будем выполнять лабораторные работы, но не в полном объеме, потому что если в полном объеме, как по учебнику, вот эти лабораторные работы выполнять, это вам четыре дня на это уйдет, и один день по сути это рассказы инструктора, мне бы, конечно, было бы так лучше, я бы 15 минут что-то порассказывал, а теперь час 45 минут лабораторная работа, ну, мы так не делаем, мы по учебнику лабораторную работу на курсе как можем успеваем, но и за пределами курса тоже. А еще у нас в дополнении к тому, что по учебнику на курсе бывают творческие задачи, потому что по учебнику вы никак не ошибетесь, напишите это, напишите это, вот у вас инструмент, два раза кликайте, next, 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 галочку нажмите, кнопочку нажмите, никак невозможно не сделать лабораторную работу, и в результате вот вы выполнили сценарий, вы что-то протроянили, вы взломали пароли, еще что-то. А творческие задачи как выглядят? К тому, что у меня есть порядка 70 таких хитрых и может быть даже где-то смешных загадок, что я студентам предлагаю их решить. Компьютеры ведут себя не так, как от них ожидается. Вот яркий пример. Смотрите, вот мой контроллер домена. Он, допустим, у вас точно такой же. Он один на всех. Вот этот контроллер домена, вы в него вступили. Заходим в этот домен, и мне написано здесь хакеры здесь, no security. Вот, видите, да? Да, видим, но мы знаем пароль администратора, и мы со своего компьютера в этот домен заходим, хакеры здесь, мы как раз хакеры, заходим, мы администраторы. У нас не курс по службе активного каталога по Windows, чтобы учить, откуда эта надпись взялась, что такое актив директор, и что такое групповые политики. Но я предполагаю, что студенты с этим знакомы, и после этого говорю, а вот смотрите, какой интересный трюк. Давайте напишем RSOP, result of policy. Я предполагаю, что студенты после курсов по защите уже знают, что это такое. А еще напишем GPMC. Я предполагаю, что вы это тоже знаете, вы администраторы. И теперь смотрите, как смешно. RSOP, результирующий набор политик, нам говорит, да, действительно, вот они настройки, и действительно, вот эта настройка, мы учили еще на курсе по безопасности, вот почему мы видели это сообщение. Хакеры здесь, никакой безопасности, откуда пришла эта настройка, она пришла Default Domain Policy, вот так вот. Ну, все, да, все так и есть. А после этого мы идем смотреть в эти политики, и вот она, наша Default Domain Policy, Group Policy Management, открываем, смотрим, о чем нам говорит эта политика, и политика нам говорит, я сконфигурировала компьютеры вот таким вот образом, чтобы было вот такое вот сообщение, All Secured, All Security. Ну, как же так, вот Default Domain Policy говорит, скажи All Security, а по сути мы видели, что написано, что No Security, хакер здесь побывал, как так? И ладно бы, у нас было бы 200 групповых политик, вот она, одна, две групповые политики, почему групповая политика говорит, что All Security, а по факту No Security? Творческое задание, если вы на курс по хакингу ходили, может быть, помните, скажете, да, я этот анекдот знаю, да, но пока вы не знаете, но смысл происходящего понимаете, если у вас есть уже подготовка, вы знаете, что такое групповая политика, конечно, вы удивляетесь, как это так, No Security, я хотел, чтобы было All Security, а все наоборот, с другой стороны, я говорю, ребята, вот ваш домен, вот ваш пароль, вот вам интернет, вот вам учебник, читайте, на работу позвоните, что хотите, делайте, решайте, если сдаетесь, скажите мне, я скажу отгадку, вы скажете, так все просто, я скажу, да, объясню, но сами подумайте, такая у нас практическая работа, тоже на курсе проходит, я считаю, это правильный подход, с одной стороны, учиться, давай-ка по учебнику, напишите это, напишите такую команду, установите инструмент, с другой стороны, что хотите, пишите, что хотите, проверяйте, но вот смотрите, что творится, давайте-ка, решим эту загадку, новые техники, эксплойты, Джей Бабиси анонсировал, вот смотрите, что в программе, давайте по ним детальнее пробежимся, новые техники, эксплойты, что в программе курса, по перечислению, у нас на курсе по хакингу есть модуль, что такое перечисление, давайте расскажу, и мы учимся, как получать информацию от сервисов, таких как СМБ, СНМП, Элда, и конечно, как тут за одну пару про это все рассказать, конечно, никак, я предполагаю, что уже есть какое-то представление, например, о том, как СМБ работает, а где узнать, как это СМБ работает, правильно вот так вот поступить, зайти в Google, написать СМБ техникал ре перенс, и вот ссылка, первая или вторая, читайте, что такое СМБ, и я вот ее скачал, читаю, вот 180 страниц текст, вот что такое СМБ, давайте посмотрим, это что, хакинг? нет, какой хакинг? Это фундаменталс, это основы, это как сервер, месседж блок работает, мы по этому протоколу файлы скачиваем, ну и тут незаметно одним маленьким шажком этот протокол превращается в технику перечисления, оказывается, такими вот хитрыми запросами хакер может что-то дополнительно узнать, мы уже естественно на курсе не будем это СМБ изучать, как он в тонкостях работает, но то, что вот смотрите, вот инструмент, вот я через СМБ что-то получил, мы, конечно же, попробуем. Что теперь добавили? Добавили, что еще NFS есть, и через Network File System тоже можно проводить перечисления, ну конечно можно, конечно да, тоже есть протокол сетевого доступа, к перечислению тоже относятся, что ж ты раньше скрывал, надо было в предыдущей версии тоже про это рассказывать, да я думал это как-то незначительно, это уже понятно, что есть такая система, нет, теперь непонятно, теперь эта техника перечисления официально стала, но это, конечно, мелочь, естественно, меня спросили на любом курсе, а что там NFS, я тут же скажу, а вот Nmap Script, а вот инструменты, а что радикально добавилось, я от этого удивлен, что добавили тему реверс-инжиниринга в курс, я с курсом всех знаком с третьей версией, сейчас 11, а я, когда она третьей версией была, ее помню, и вот начиная все с третьей версии, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, там был целый модуль реверс-инжиниринг, бинарная эксплуатация, и мы учили, куда бедно, давайте, хоть переполнение буфера, стейк, хип разберем, хоть чуть-чуть, хоть одну пару, этому посвятим, потом, девятая версия, висеканцев говорит, не, не тянут студенты такое, реверс-инжиниринг, тема отдельного курса, давай уберем, и убрали, и в десятой версии убрали, а сейчас в одиннадцатый возвращают, и как вы возвращаете, вы чего, опять модуль сделали? Нет, модуль мы не сделали, мы лабораторную работу добавили в тему модуля по хакингу, так хакинг, это же взлом паролей, это повышение привилегий, это спектр мелдаун, это DLL, и вы реверс-инжиниринг сюда? Ну да, чего, лабораторную работу студенты сделают, и вот так вот что-то напишут, и переполнение буфера у них будут, ничего, справятся, конечно, может быть, справятся, но у меня вот такой резонанс сильный, то есть, то у нас лабораторная работа, вот, нажмите сюда два раза, поставьте галочку, нажмите next, и следующая лабораторная работа, открываете дебаггер, в дебаггере регистры такие-то, вот, видите, тут адрес возврата мы его перезаписываем, вот, видите, FFE4, это на самом деле джамп ESP, о, мы открыли реверсный шелл, ну, как, не знаю, я думаю, к этому делаю семинар проведу, может быть, не один, и на курсе буду говорить, ребята, вот вам семинар, давайте я про реверс инжиниринг расскажу, что точно надо знать в рамках, может быть, этой лабораторной работы, в рамках требований на курсе, особенно, когда по хакинг-системе говорим, сюда время выделять никак не сможем, потому что это тема отдельного курса, есть такие курсы, сертификации, есть, но, теперь, видите, совет по электронной коммерции считает, что все-таки, как хакер, вы про бинарную эксплуатацию знать тоже должны, и эту тему в тему курса добавить. А еще решили про АПТ все-таки рассказывать, потому что вот этот вот пример, творческая задача, на самом деле advanced persistent tricks, вот это ни один антивирус не поймает, смотрите, в чем смысл, вот у меня домен, как-то называется, я такой гордый сказал, все защитные меры включить, firewall включить, uplocker включить, антивирус включить, цифровую подпись затребовать, это запретить, это все укрепить, а по факту настройки вот такие, это все не нужно, firewall отключаем, антивирус выключаем, такая цифровая подпись не надо, еще сбегай на сайт, скачай, вирусяку запусти. И как вы это поймаете? Групповая политика приказала, видите, дефолт, домен, полиси, это все она сделала. Я не делала, я сказала all secured, вот я дефолт домен полиси, вот что я сказала, ну ничего не знаю, мне сказала дефолт домен полиси, что надо вот так вот, поэтому я антивирус отключил, firewall отключил, скачал хакерский бакдорчик и его запустил. Называется APT, Advanced Persistent Трейд. То есть хакер сейчас будет рулить доменом, а мы его не поймаем, потому что он так глубоко въелся в нашу систему, что мы даже не понимаем, что нами управляет. Он на уровень системы перешел. Ну вот APT оказывается тоже раньше не было, а теперь про APT они решили тоже рассказать. Думаю, что это Клевогин в Москве рассказывает про APT, а мы учебник не пишем, надо написать. А еще у нас студенты занимаются после курса пентестом. У нас сообщество, выпускники хвастаются, вот мы пентест провели, в компании большой работали, их всех взломали. Я тоже иногда пентесты провожу, курсы читаю, давайте сайт проверю. И в последнее время все чаще просят проверить безопасность веб-сайта, а там APT, Programming Interface, интерфейс прикладных программ. Про это тоже теперь в учебнике написано, что давайте безопасность веб-приложений, когда будем изучать, еще отдельно про интерфейс прикладных программ поговорим. Конечно, эта тонкость относится в технологии веб-приложений, но все-таки добавили. про облака добавили. Облака это что такое? Это тема отдельных курсов сертификаций. Давайте я вам покажу, как облака выглядит, чтобы вы понимали, что это реально тема отдельного курса и сертификации. Вот облако Amazon, вот видите, да? Вот это все сервисы. И сюда можно зайти, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, это все какой-то функционал. Ну, давай зайдем сюда. О, инстансы есть. О, давай сейчас запущу. У тебя ни одного экземпляра не запущено. Подожди, куда? А вот это что такое? А вот это? А вот это? Нет, это все вот только сюда идем. А здесь что? А здесь вот у тебя инстанс. Сейчас запущу, будет у меня виртуалка. Видите, да? А вот это вот что? А вот это? А вот это? А вот это? Что такое Lifecycle Manager? А вот это что? А вот это? И это видите, да? Какой это функционал? Конечно, чтобы с этим разбираться, надо целый курс, а то и два, то и три. И такие курсы есть. Приходите, Амазон будет учить, как пользоваться облаком. А Microsoft будет вам говорить, не ходите к ним на курсы, к нам на курсы приходите. Эй, же, у нас есть точно такая же. Так вот, допустим, мы все-таки пойдем на курсы, все начитаемся и хотим сделать такое же у нас. Можно сделать такое же у нас, штука называется LocalStack. Вот, у них свое облако есть, а если здесь, вот видите, что пишет, полностью функциональный локальный АВС. Вот, возьми вот это себе, скачай, установи, будет у тебя, как Амазон, только на уровне предприятия. Круто? Ну, конечно, хорошо, я сейчас LocalStack разверну, и теперь буду говорить департамент, отдел финансов, вот вам такой функционал, другой департамент, вот вам такие сервисы, и будем предлагать. Ну, правда, опис, надо, может быть, еще что-то допиливать, но сам факт, что мы можем делать частное облако, а когда мы это частное облако будем делать, тут ведь точно виртуализация, вот этот вот инстанс сейчас запущу, где у меня вот тут вот инстанс, я говорил, да, и будет у меня виртуалка, я туда подключаюсь по RTP, и будет как, ну, это примерно то же самое, что у них вот такой вот виртуал бокс крутится, я к виртуалке подключусь, и буду тут что-то конфигурировать в виртуальной машине, правильно? ну, да, а как они управляются, если они Amazon, или у нас большое предприятие, и у нас этих виртуалок, не как у нас 20 штук, у нас только каждому студенту 20 виртуалок, у них там тысячи этих виртуалок, под это дело есть такая технология Kubernetes называется, это конечно отдельно поизучать хорошо, но что там с безопасностью на курсе тоже по крайней мере в учебнике написано, но естественно мы за одну пару не выучим и Kubernetes, и все остальное, но получим представление, что такое бакеты Amazon, мы получим. А что еще? интернет вещей пошире стал и он теперь не только и от а еще в учебнике про от написано операционные технологии, а это системы контроля, SCADA и все такое. Про это как рассказать? Это же тоже прям вот большой такой пласт, а у нас только пара даже 45 минут на курсе. Ну, мы как здесь выходим? В общем чертах представление, что такое интернет вещей, методология, подход, а еще люблю дополнительную задачу предложить, ну, хотя бы просто показать, как это выглядит. я, играю на платформе Hack the Box, а там челленджи, вот пример челленджи оттуда. Написано запускайте инстанс, вот вам взлом интернета вещей, вот видите, дрон летает, и этот дрон имеет коммуникацию на своем канальном уровне, вот документация, читайте, а там сигнализация, вот они эти датчики, вот давайте выключите, чтобы все эти датчики не мигали, и у нас человек сбежит из помещения, вот что здесь надо записать, и вот так вот трансмит отправить, чтобы сигнализация отключилась, вот вам мануал, читайте, протокол Омега-3, он не секретен, вот прочитайте, по этому протоколу у них эти датчики работают, а дрон уже летает, что с дрона отправить, чтобы датчики повыключались, вот это я понимаю интернет вещей, вот хороший пример, сколько времени это решало, о, три дня решал, пока разобрался, пока изучил, ну, хоть чуть-чуть себе представили, но может ли это реально является частью курса, в рамках курса всех нет, дополнительный пример будет, почему, потому что я скажу по этому протоколу вертолет летает, а у нас же тут еще машинка ездит, да, машина едет тоже, а там тоже интернет вещей, и дрон над этой машинкой тоже летает, а в ней преступник, надо машинку остановить, видите, она как едет, с какой скоростью, и двери у нее открыты, вот остановите эту машину и заблокируйте ей двери, вот вам документация, читайте, по какому протоколу мы вот с этим КАН-БАСом будем взаимодействовать, конечно, я расскажу, что есть вот такая штука, КАН-БАС, хотя бы в картинках посмотрим, вот оказывается какой контроллер, вот он, какой интернет вещей, но как выглядит хакинг, в том, что мы сейчас что-то вот отправим по этому протоколу, машина сама остановится и заблокируются двери, наши ребята подбегут, арестуют негодяя, на такой уровень мы сможем выйти, но, конечно, не за 45 минут пары на курсе, а получим направление, как остановить машину и чтобы с вертолета у нас сигнализация отключилась, и тема, естественно, расширилась, вот давайте про интернет вещей тоже, вот такие новые техники эксплойты в новой версии курса будут рассматриваться, учебник, конечно, все правильно написано, написано правильно и про кубернет, и про интернет вещей, и про веб-апи, и про апт, и реверс инжиниринг тоже, а что сертификации нового, экзамен всех не имеет версии, то есть курс имеет версию, версия 8, 9, 10, а экзамен не имеет. Можно посмотреть мой сертификат, я certified acical hacker, какой версии? Никакой. Экзамен тоже бывает, что имеет версию, но всех версий не имеет. а еще есть практический экзамен всех practical, его можно дополнительно оплачивать, сдавать, 6 часов, 20 практических заданий, но уже без руководства, уже не написано, напечатайте это, напечатайте это, задача, взломайте пароль, допустим, какие-то данные с какого-то сервиса, 6 часов 20 задач решили, значит молодцы. Ну, а если два экзамена сдаете, можете претендовать на то, что вы будете мастером по этичному хакингу. Это не поменялось, но что поменялось, был экзамен на статус аналитика и CSA, вот у них анонс, истекает эта сертификация, не будет больше экзамена. Раньше вот курс мы всех два назывались, анализ безопасности, не будет теперь такого экзамена, а это останется. А что будет вместо него? Придумали новый курс, назвали его C-PENT. На самом деле это наш курс всех два, но они не стали его обновлять. Вендор думает обновлять бесполезно, давай просто сделаем радикально новый курс. Вот на сайте можно посмотреть новый курс, penetration, testing, сертификация будет. Наверное, мы за него возьмемся. Ну, а что у нас был курс по анализу безопасности, будет курс по пентесту. Но программа курса, где тут программа курса, давайте почитаем, она в точности повторяет программу курса по анализу безопасности, которая у нас сейчас в центре читается. У нас есть курс СЕХ-2 анализ безопасности. Что на этом курсе? Мы изучаем применение техник этичного хакинга, как выполнять техники этичного хакинга, когда проводим пентест. И с одной стороны я говорю вот она методология, а с другой стороны мы реально пентест выполняем на этом курсе СЕХ-2. и одно из подразделений центра специалист проверяем на возможность слома. Прямо на этом курсе. Мы это раньше делали как бы по моей инициативе, а теперь этот курс СЕХ-2. СЕХ-2. Называется от ЕСИ-КАUNCEL. Он уже официально эту лабораторную работу в рамках курса закрепляет, хотя программа точно такая же. Внутреннее внешнее тестирование, тестирование веб-приложение и так далее. Вместо курса ECSA будет курс C-PEN. Я думаю, у нас так всех два в учебном центре называться Эйбл. Соответственно, и экзамен. Был экзамен на аналитика, теперь будет экзамен на PEN-тестера новый бренд. А если вы успешно сдадите этот экзамен 70% наберете, то тогда будет сертифицированный PEN-тестер. А если вы 90% наберете, то тогда будете мастер, как я. И тогда у вас будет уже другой сертификат. License PEN-tester мастер. Это высшая техническая квалификация, которую только может распознавать совет по электронной коммерции. Раньше они предлагали сдавать экзамен на мастера по тестированию на проникновение. Это и сейчас можно сдавать, но теперь они хотят предложить завоевать этот статус, сдав на 90% вместо 70% экзамен C-PEN. Это реально сложный экзамен. Я как его сдавал, когда еще я сдавал, еще сложнее был, потом они упростили, сейчас может еще проще стало, но я в той сложной версии сдавал. Дело было так, они дают неделю, вот тебе неделя, а вот сеть финансового холдинга, нужно провести пентест. И в доказательство концепции, вот тебе челлендж, с этого сервера номер кредитки такого-то человека узнай, с этого сервера узнай его пароль, с этого сервера еще что-то. Но это все-таки не CTF, не Capture the Flag, не так, что вот узнай и молодец, флаги конечно собери, но главная цель все-таки провести пентест, нам еще пожалуйста и отчет пришли, мы отчет будем читать, смотреть, по методологии он сделан или нет, и тогда присудим статус мастера или не присудим. Потом, когда такой сложный экзамен сдавал, Мисси Канцел подумал, ну да, неделю сдавать экзамен тяжеловато, давайте как бы упростим, пусть будет не сколько там 120 часов, а 12, 3 раза по 4 часа какие-то задачи порешаем, но смысл Licensed Penetration Tester сертификации в том, что проверяются не знания, а скорее навыки. Задача не в том, чтобы как на экзамене по хакингу выберите правильный ответ, а конкретно взломайте сервер и оттуда что-то достаньте и еще напишите, как вы взломали, какую уязвимость вы использовали. Этот сертификат, этот экзамен статус остается, только новый курс, новый бренд для экзамена появляется. Вот что я хотел вам рассказать о новом в курсе сертификации CEH Certified Ethical Hacker в новой 11 версии и есть вопросы. Вопрос, а что делать с ваучерами EXA? А он не совсем отменяется же и CSA экзамен. Еще пожалуйста сдавайте и он будет еще до конца года и даже дальше сдавать можно. Так что успевайте, если хотите статус аналитика получать, у них написано Retired Certification и говорят EXA обратите внимание до мая месяца 21 года принимаем. Потом уже только вы совершенно спокойно можете сдать, а потом будете сертифицированным аналитиком. Так что ничего страшного, если еще записались на курс, получили ваучер на сдачу экзамена, сдавайте, почему бы нет, ну и что, что она истекает, а это будет аналог новому курсу, новой сертификации, она также будет признаваться, ну и что, что ребрендинг. Еще вопросы. Всех вопросов не задать на семинаре, мы не прощаемся, мы будем на связи, будем ВКонтакте, Сергей Клевогин достаточно уникальное имя, находите меня в социальных сетях, в ВКонтакте, одноклассники, добавляйте друзья, если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться. У нас есть целое сообщество, группа в Фейсбуке, канал в Дискорде, где мы профессионалы по информационной безопасности общаемся, так что добро пожаловать и на курсы Центр Специалист, и за пределами курса тоже будем поддерживать отношения, поддерживать контакты, мы этичные хакеры, мы вместе и нас много. Желаю всем успехов на пути этичного хакера и до свидания. Продолжение следует...